Добрый день! На предыдущем уроке мы изучили особенности MVC моделей. В рамках же этого занятия мы поговорим о нюансах работы с Asnet Core MVC представлениями. Итак, что же такое Asnet Core MVC представление? Asnet Core MVC представление это файл по сути из чем или разметки, который будет отправлен сервером в качестве ответа на поступивший на него запрос. Отправляемая страница определяется маршрутом, на который пришел запрос и логикой контроллера, который отвечал за обработку этого запроса. Другими словами, если мы отправляем запрос по определенному маршруту, на этот маршрут срабатывает определенный метод контроллера, который соответственно возвращает определенные связанные с ним Asnet Core представления. Также мы не можем не упомянуть о ключевой особенности всей линейки технологий ASP. Подобно первой версии технологий ASP, появившейся в 1990-х годах, Asnet Core представления могут содержать в себе так называемые код-вставки, написанные на языке .NET группы, а именно в нашем случае C-Sharp. Они позволяют упростить работу вычислений определенных уравнений, а также помогают в генерации однотипных HTML элементов. Для использования C-Sharp код-вставок используется специальный движок, или, как его еще называют, Razer – движок представлений. Обратите внимание, что вообще коды, написанные в HTML представлении на C-Sharp, не стоит путать с подобными на JavaScript, ибо JavaScript часто используется для создания и генерации динамического содержимого. Что же касается C-Sharp, это просто определенная серверная работа, в некотором роде вынесенная в HTML вид. Давайте рассмотрим на практическом примере примеры конструкций Razer движка представлений. Сначала мы рассмотрим простые C-Sharp код-вставки. На 10-й строке мы объявляем блочный HTML элемент date, где, соответственно, при помощи специальной Razer код-вставки будет производиться вывод информации о текущей дате. Обратите внимание, для того, чтобы использовать код-вставки перед самим кодом, нам необходимо использовать символ собачки. Лишь так движок Razer представлений будет понимать, что мы пытаемся использовать C-Sharp. На 12-й строке мы производим при помощи C-Sharp простейшую операцию сложения двух целочисленных чисел. На 14-й строке демонстрируется один из нюансов работы Razer представлений. Если мы по каким-то причинам не желаем, чтобы собачка считалась в качестве маркера начала кода на C-Sharp, мы будем использовать два знака собачки. Однако, если мы пожелаем, чтобы эта команда была посчитана движком Razer в качестве функции, мы убираем. Теперь же давайте запустим браузер и посмотрим результат. Как я уже сказал, загрузка Asnet Core приложения может происходить достаточно долго. Вот в наше окно браузера вся информация была успешно выведена. Да, здесь, как мы можем видеть, вывелось не два знака собачки, а лишь один. Перейдем к следующему примеру. Здесь, в блоке, мы объявляем несколько переменных. StringText. И, соответственно, на 19-й строке производим конкатенацию переменных. На 2-й строке, в виде блока заголовка, мы выведем информацию, записанную переменной текст. Продолжение следует... Здесь же мы разберем различные условные конструкции. Начиная с 24-й строки и заканчивая 27-й, мы объявляем переменные. StringContent производим на 26-й строке конкатенацию and welcome to a website, а также объявляем и одновременно инициализируем переменную буллерского типа isEnabled, false, то есть значением по сути по умолчанию. На 29-й строке мы при помощи подобной код-ставки проверяем, значение переменной isEnabled равна ли она true. Если же равна, вводим значение content. Если же нет, мы вводим значение the greeting is forbidden, we are sorry about it. Рассмотрим то, что будет произойдется далее. Далее мы видим циклическую конструкцию выбора switch. На 39-й строке мы объявляем переменную variable, значение которой будет по умолчанию как для int, 0. На 42-й строке мы производим объявление конструкции switch по variable. И дальше предусматриваем случай ее значений, case0, case1. В первом случае мы просто выведем значение переменной, в втором случае мы ее умножим, грубо говоря, на 2. В третьем же случае мы ее возведем в квадрат. Давайте рассмотрим дефолтный случай. В первом случае мы выберем различные циклические конструкции и также возможности их использования. На 57-й строке мы видим классический цикл for, который, соответственно, за 5 итераций будет производить, извините, за 4 итераций будет производить вывод числа i, значение переменной i. Вот, успешно все выведено. Здесь на 63-й строке мы объявляем переменную variable 2 и инициализируем ее значением 0. После чего, начиная с 66-й строки, мы используем циклическую конструкцию while, где, соответственно, за 11 итераций производим произведение, где, соответственно, мы будем выполнять вывод ее значения. Ну а продолжение урока смотрите по ссылке на экране или в описании к этому видео. Специально для вас мы подготовили приятный бонус. Воспользуйтесь промокодом, который видите на экране, и получите скидку 15% на все курсы ITVDN. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова